друзья всех приветствую на своем канале душа дальнобоя да каюсь долго мне не было не видно не слышно на то были свои причины надеюсь сейчас буду стараться выкладывать виду видео как бы более в регулярной основе так сказать я сейчас нахожусь в штате южная каролина забрал трак с ярда шапа то есть когда с автосервиса там меняли масло туда-сюда и еду по идее сейчас на загрузку будем грузиться а там скажу все что куда зачем и почему погода прекрасная солнечное тепло жарко лето на дворе целый парк домов на колесах скажем бусиков таких на колесах чем разно если так вот нормальные дома на колеса так и переделанные типа mercedes спринтеры или рэмы промастеры остаемся на связи странно у нас какое-то лето в этом году очень часто дожди идут пасмурно ветер прохладно хотя вроде как и прогревается дам до 30 32 плюс здесь именно южной каролине может это и хорошо даже что там где все время жара конечно это тоже тяжело переносить особо людям у кого какие то есть проблемы с давлением и так далее но сам факт того что погода поменялась или может просто в этом году так это факт мне тем не тем временем осталось буквально несколько миль до загрузки сейчас буду съезжать через пару миль у меня съезд двадцать третий километр в мили мне на 21 надо съехать трясет все красиво зелено классно все продолжаем движение все продолжаем движение по идее где то вон там должны загрузиться вон там сейчас жду охранник разговаривает с теми кто должен мне грузить посмотрим ситуация такова что пока нужно ждать груз сказали не готов мы подождем все это с краю припарковался здесь вот был кармашек такой сказали здесь ждать а хана сказал сам подойдет все классно лес все дела сейчас окошко открою но все классно иду в душе свежим воздухом ну никому не мешаю все проезжает спокойно в общем буду ждать ну и что припарковался вдох грузят с дока поставил под колеса вот эти вот штучки не знаю говорят всего лишь три каких-то пиццы с ну то есть три какие-то фигнюшки заезжал вот в таком узком месте задом то есть пришлось там так заломать трак как бы потому что очень маленький как бы маленькая площадь для разворота трака и потом задом нужно было отсюда вот через эти ворота задом сюда заехать припарковаться ну в принципе это не самое страшное конечно но было жалко трак пришлось там прям разворачивать его мощно так ну ладно сейчас вроде начали грузить должны быстро загрузить по идее быстро застрапую и все и поеду вот он мне попросил развернуть вот такой он высоты маленький зазор сверху остается всего лишь ну вот одна большая и две вот таких с этой стороны сейчас кину сюда две страпы и сюда две страпы в принципе достаточно четыре страпа кину и поедем и по сути вон ну что то брать скорее всего не будем потому что время поджимает приступаем ну вот как то так закрепил обязательно угольники должны быть здесь фоточки сделаю все и запомню и закрываю камерстогу и закрываю камерстогу неудобно фотографировать здесь неудобно фотографировать палетка тут становился в джорджии на пестерии это флаг джорджия так понимаю штата джорджия такая симпатичная растерия но я здесь уже в принципе останавливался не раз по моему даже проездом когда становится проверить груз сходить в туалет пообедать там и так далее интересно цветы такие да кустарник какой-то стоит буцефал заодно проверил груз неважно какой груз везет человек это как бы совет начинающим всегда проверять надо груз и желательно практически на каждой остановке самый ненавистный груз вот эти вот трубы ненавижу их возить особенно при таком рынке выбирать не приходится сейчас быстренько перекушу впереди дальний путь еду я в техас выгружаться буду завтра все как говорится в путь дорогу грязный такой карпец что трак что три пошли обедать джорджи всеми нелюбимая всеми дальнобойщикам так скажем любимая атланта я правда сейчас по объездной еду сторону бирмингема на 20 но вот те кто едет в ту сторону сторону атланта я сейчас сам ехал примерно пару миль точно может мили 3-4 даже пока добрался до этой объездной в пробках пробка в пробках прям конечно это жесть атланта здесь в теннессе так нэшвилл чатануга ног сел все эти города не все время в пробках тоже съезд на съезд дорога на съезд две полосы обе забиты тут еще полоса сужается видимо в одну уходит знаками не пользуются люди вообще не умеет даже этого делать походу когда в таких местах летать вообще не советую никому и здесь походу тоже пробка на моем пути если линия может остановиться просто в любой момент и все легкий ты тяжелый ты могут быть последствия что продолжаем движение алабама штат алабама цoxя так осталась тебя вы Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и что, куда едем, чувак? Тоже понял, что... Что-то этот... Не туда едет, рукой махнул, молодец, хоть извинился. Все, посмотрим, что тут у нас почем. Ну, я смотрел, в принципе, показывал. 3,60, по-моему, если не ошибаюсь. Дэв мне не нужен. Да, 3,60... 3,67. Подзаправимся, поедем дальше. Мест много, но оставаться мне тут не надо. Все, погнали. Ну что, заправился. Вроде стекла, зеркала помыл тоже, но... Сейчас только всякие мошкары и так далее. Думаю, что мой, не мой, все равно что туда остается. Ну, ничего, все равно получше уже. Мест, смотрите, сколько тут... Как говорится, кладезь парковочных мест для любого трек-драйвера, любого дальнобойщика. Ну, а мне надо пока ехать, еще и пока время позволяет. Да и вообще надо ехать, потому что завтра не хочу слишком поздно выгружаться, чтобы еще было время. Ну, вот здесь вот какие-то кресла-качалка. Вот, качалки пока ждут, пока собачки набегаются, можно посидеть, покачаться. Все, как говорится, поехали в путь дальше. Пока еще время есть, проедемся еще. Ну, а там будем посмотреть, как говорится. Проверил груз. Все, слава Богу, хорошо. Нет, не та лобаза какая-то, что ли, вон там. Погнали. Ладина ждет, пока проедемся. Только вот пару минут назад поговорил с женой. Сказал, что у меня солнышко светит, у них там прошелся ураган, можно сказать, 15-минутный. А я такой, не, у меня все окей, тут солнышко светит, все классно. Вот. И на тебе, буквально тут за пару минут начался ураган, такой дождь, ливень. Вообще, жесть. Ну, там вроде просвет видим, может быть, сейчас, дай Бог, пройдет, отпустит. И темно, резко темно стало. Да, уже вечер, но... Вот я все еще по штату Алабамы еду. Некоторые машины останавливаются, когда слишком сильный ливень. Останавливают машину на обочине и дальше нет, боятся. Ну, а здесь уже поутих. О, отлично. Так вот смена, может быть, в погодных условиях, считанные минуты, буквально. Солнце, а потом буквально сразу через пару минут ураганной дождь, ливневой такой. Ну, и все, и по сути практически нету. А там сейчас еще не удивлюсь, что голубое небо будет. Всем привет, это уже следующий день. Сейчас, где-то, может, час назад, не знаю. Попал в такой ураганный ливень, шторм. Аж пришлось останавливаться. Ну, не только мне, вообще всем. В принципе, оповещение пришло, что будет торнадо. И скорость ветра будет доходить до 80 миль в час. Жесть. Ну, ехал-ехал, а потом что-то вижу, что надо останавливаться. Потому что и передо мной все траки, кто ехал, остановились. Ну, я там уже нашел местечко. Встал, постоял чуть-чуть. Потому что поливало так, что, во-первых, просто не видно даже линии было. Молнии были такие мощные, огромные, большие вообще. И ветер. Ветер был, ветки летали. Боялся, чтобы какая-нибудь ветка откуда-нибудь не прилетела по кабине. Ну, что, вроде все, слава Богу, прошло. Дороги, конечно, в этих краях оставляют желать лучшего. Урагана как будто и не было. Небо голубое. Красота, ляпота. Ну, дороги, конечно, супер убитые. Уизиана, Техас. Просто ужасные дороги. Узкие. Как по шпалам. Причем, с учетом того, что я даже скорость снизил. Вроде, что-то все время делают, делают, но... Такое ощущение, что ничего не делают. Дороги настолько ужасные, да, что даже открываются шкафчики. Закрытые шкафчики открываются, и все оттуда улетит. Один шкафчик открылся. Благо, не тот там, где кофе, шмофи и так далее. Чисто вот... Пластмассовой тарелочкой. Все повылетало. Капец, просто... Причии. Продолжение следует... 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 Чего это трак едет так медленно? Все вдоль дорог лежит. Все вдоль дорог, вон, все лежит. Съездные дороги тем более еще. Еще только по сути середина июня. А Техас уже вон весь седой, так скажем. Большая часть травы она уже выцвела. Да, это могут быть последствия, связанные с пожарами, конечно. Не дай бог. Вон что в Канаде творилось. И все это потом перешло сюда. Ближайшие штаты, которые Нью-Йорк, Нью-Джерси и так далее. То есть они все в дыму были. Смог стоял такой. А вот середина июня все здесь уже выцвело. Я сейчас уже недалеко от Далласа. Сейчас буду съезжать на объездную. А Даллас будет там дальше, но я его не затрону. Думаю, дай бог, где-то через часик уже буду на выгрузке. Хотя вот даже видно, что здесь что-то видимо уже воспалялось. И я имею в виду, что-то горело. Так. Ну, все. Я в принципе на месте. Это вот адрес. Только здесь есть эти ворота. Сейчас я созвонился с тем, кто должен, по идее, меня ждать. Он говорит, южные ворота. Но здесь нет просто элементарного названия. То есть где здесь написано? Южные это ворота. Есть вон там еще ворота. Сейчас я прямо здесь застал. Ну, в принципе, там легковая машина проедет, я думаю. Но по-другому никак. Узко, слишком здесь. Ну, легковая проедет. Так навряд ли. Слишком узко. Ну, машины есть. Я сейчас созвонился. Он говорит, я сейчас сам. Он не на месте. Позвонил своему электрику. Он должен, по идее, меня встретить. Есть вот эти вот ворота. Но где написано южные ворота, без понятия. То есть как бы обычно есть большие какие-то, типа, сайны, да, плакаты, не знаю, так сказать. Знаки. Вот написано «Факс». Хотя вот здесь знак «Факс». О, сейчас я позвоню вот сюда. Может быть, они мне подскажут. Ну, как-то заворачивать здесь получится. Все-таки заехал с других ворот. Сейчас надо вот в эти ворота заехать теперь. Они там выгрузят, задом дать, потом уехать. В общем, обратно. Я посмотрю сейчас. Can you unload me here? It's just three pallets. Yeah. It's too tight. Too tight. Чего нельзя, почему выгрузить здесь? Ну, в принципе, слава богу, все окей. Алира старт полоса. Все ключики на месте. Уже уголки убрал. Сейчас быстренько страпы соберу. Уголки здесь. Страпы заберу быстро. Такое закрытое помещение. Не знаю, что это такое там. Что за антенна такие? Да? Секретный, может, объект какой-нибудь? Хотя нигде знаков не вижу, что снимать нельзя. Все осталось, чтобы они приехали. У них сейчас типа обед выгрузится. Подождем, как говорится. Ну вот, приехали выгружать. Секретный, как говорится. Не специально подложили так, потому что узкое пространство для вилл. Виллы шире, чем сам этот. Поэтому они специально подложили вот эти досечки, чтобы потом приподнял. И они подложили, чтобы он смог дальше проехать. Это опасное дело, на самом деле. На самом деле, такой волнительный момент. Потому что именно вот эта палетка, она немножко такая. Она, во-первых, потяжелее будет. Где-то вот тысяч три весит паунду. Ну, выполняет все, в принципе, аккуратно и профессионально. С этим ему нужно выехать, поставить его здесь. А потом заехать, наверное, сбоку. И все, вроде хорошо все поставили. Подложили в доски. И все нормально. Бог сейчас спустит. Все, осталось его спустить. Спустить вниз. И все будет хорошо. Ну, а те два уже, в принципе, нормальные должны быть. Там пошире все. Все, я думаю, те два он сразу разум возьмет. Второй сняли, ну, третий. Думаю, все окей. По идее, есть груз уже. На Джорджию. Не знаю сейчас, как быстро здесь еще закончить загружать. Потом еще туда доехать надо. Будет видно, в общем. Так что, так вот жарко в Техасе. Капец просто. И влажно сильно тоже. Ну, ладно, просто не привыкать. На этом буду этот рейс заканчивать. Вот. И до встречи в следующих сюжетах. Всем добра, мира, берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok